Привет, мой дорогой друг! Сегодня мы поговорим о межэтажных лестницах в доме. Из чего их, собственно говоря, делать? Мы поговорим про материалы и про стоимости. Кстати, Михаил Кирченко, база знаний. Поехали! И в нашей передаче сегодняшней мы поговорим аж про пять типов лестниц. И от самой недорогой до самой-самой-самой дорогой. А в конце я еще и расскажу, на мой взгляд, какое самое оптимальное сочетание цены и качества. Так вот, пять типов лестниц. Идем. Деревянные, металлические, бетонные, комбинированные и деревянные. Неожиданно. Первый пункт нашей программы – деревянная лестница. Если забить в гугле «деревянные лестницы на заказ купить», вы обнаружите, что вариантов просто море, начиная от самых недорогих, которые, ну, фактически стремянки, но это все-таки уже лестницы, они даже какие-то псевдоперилки имеют. В среднем цена такой лестницы начинается от 10 тысяч рублей. Но давайте так, по такой лестнице, ну, как-то так стремненько ходить. Все-таки в общепринятом варианте вот из недорогих деревянных лестниц один не пролет, а вот подъем на один этаж, мы будем считать, ну, как бы она вся межэтажная лестница, будет начинаться примерно от 40 тысяч рублей. Даже несмотря на то, что в интернете есть много предложений, там, и за 5 даже тысяч я находил, там, 10-15, но это стоимость лестницы, а ее еще нужно доставить, ее нужно смонтировать, ее еще нужно покрыть, подготовить. Короче говоря, исходя из нашей практики, самая недорогая – это начинается тысяч от 40 рублей за одну лестницу, там, пускай это будет 2,7 метра. А правильно сказать – на 3 метра вверх. Вариант номер 2. Металлическая лестница. И если погуглить внимательно, а ее обычно делают двух типов, или по металлическим косаурам из трубы, они такие Z-образные, либо вариант из уголков или швеллеров. Соответственно, косауры металлические. Вот, смотрим, залезаем в интернет и находим, что можно найти тысяч от 30, но скажу по секрету, это вот такая хиленькая штука, я со своей соткой не полезу на нее, это просто стрёмно. И в реальности такие лестницы начинаются тысяч от 60 рублей, но к ней еще нужно доделать, собственно говоря, сами ступени. Это сам каркас с направляющими, а дальше уже нужно добить на нее какие-то ступени. И вот прикол заключается в том, что на металлическую лестницу можно приделать деревянные ступени, можно залить бетонные ступени, и ступени можно сделать, к примеру, металлические, например, чугунные. На мой взгляд, это такая редкая разновидность металлических лестниц, чугунные, из чугунного литья. Это самые чумовые лестницы, они самые крутые, самые красивые, самые офигенные, и их не производят. Очень обидно. Но раньше, лет так сто назад, их было очень много. Ну да ладно, не будем о грустном. Бетонные лестницы. Бетонными лестницами очень такая интересная вещь. Я не хочу сейчас говорить, как бы рассматривать их особенные плюсы-минусы, но бетонной лестнице нужно точно быть стопроцентно уверенным в высоте чистовых полов. Потому что деревянную лестницу можно перепилить, металлическую можно переварить, а бетонную можно только сломать, если вы промахнулись по высотам. Но сейчас мы об этом заострять внимания не будем, мы об этом как-нибудь потом. Так вот, сколько стоит сделать бетонную лестницу? По моим подсчетам, то, что я находил в интернете, там, правда, считают хитренько там пролетами, а на 3 метра, чтобы подняться, нужно как минимум 2 пролета. Так вот, бетонная начинается от 100 тысяч рублей. А в реальности, исходя из моего опыта и то, что я видел, такая лестница начинается от 200, плюс на нее нужна отделка. Да, есть сейчас технология полировки бетона, и когда вы отлили лестницу, и по факту это уже почти что финиш. Но здесь должна быть очень высокая культура производства вот этих вот бетонных лестниц. Ну и не в каждый интерьер она впишется. Поэтому и бетонную лестницу нужно отделывать. Поэтому общая такая цепочечка. Деревяшка начинается где-то от 40, металл от 60, бетон от 200. Вот эти цены примерно, ну, ориентировочно нормальные. Ну, не то, что нормальные, они, наверное, наиболее реалистичные. Да, конечно же, если у вас есть руки, и они из нужного места, вы можете поехать в Леруашечку, Абишечку, купить там готовые ступеньки, сделать сами косаурчик, собрать. Но если вы такие рукодельные и сами все это делать умеете, то что вы здесь время теряете? Мы-то не рассказываем, как лестница эти делать. Так что иди, давай. Так вот, комбинированные лестницы. И это, друзья мои, такой интересный момент. И комбинированными, в принципе, как я уже говорил, и металлическая, и бетонная, а она, в зависимости от отделки, уже комбинированная. И вот здесь есть такой тип лестниц, когда, к примеру, делается монокосаур металлический. На него делаются, к примеру, деревянные ступени. Вообще, это очень распространенная такая штука. Сейчас достаточно часто встречающаяся. Или, к примеру, делается металлическая лестница, и на нее отливаются бетонные ступени. А бывает ли не скрипящая деревянная лестница? Ага. Все деревянные лестницы скрипят. Кроме пятого типа, но мы о нем чуть позже. Из моей практики, вот даже сейчас она не скрипела. Через год она заскрипит. Я даже больше того скажу. Металлическая лестница. Основа металлическая. У нее деревянные ступени. Они тоже начнут скрипеть. И это особенность, ну, просто дерево. И, кстати, металл тоже. Они играют. Так вот. Комбинированные лестницы, это где основа чаще всего делается из металла. И сами ступени уже, в зависимости от дизайна, делаются, например, из дерева. Что я считаю хорошо. Потому что на дерево жопой падать гораздо приятнее, чем на бетонную ступень. А можно сделать ступени бетонные. Так вот, на мой взгляд, это хороший вариант, экономически солеобразный, когда металлический косаур, металлические основания для, собственно говоря, ступеней. И они облицованы деревом. Но по металлу или даже по бетонной подготовке. Вот эта комбинированная лестница, которая, ну, она подороже явно деревяшек и металлических, но не такая дорогая, как бетонный. И по моим подсчетам, начинается где-то от 50 тысяч и вверх-вверх-вверх. А вот этот вот вариант, он достаточно классный. Он не скрипит, он очень жесткий, он относительно пожаробезопасный и эстетически прикольный. Поэтому монолестница не феншуй, а комбинированная лестница наше все. Ну, и на закусочку пятый тип лестниц, который я назвал деревянные лестницы. А, блин, ребят, 99% населения всего мира никогда даже не увидят эти лестницы. Они делаются из каких-то суперредких пород дерева. Там, красное дерево, это только там для бедняков. Когда начинается какое-то там железное дерево, какие-то там мореные дубы, вот эти все ерунда, они все такие вот прям завинченные, все крутые дворцовые лестницы. Я даже скажу, там, примерно 13 лет назад, или 15 лет назад, в дом одних заказчиков я видел эскиз лестницы, мне называли цену тогда еще 2 миллиона рублей. Да. Это круто, это охрененно дорого. Там дом, по-моему, стоил тогда что-то в районе 10, а лестница 2, это просто овер дохера. Поэтому вот этот пятый тип лестниц из охрененно дорогих видов дерева можно считать просто приколом. Ну, кому-то он доступен, но большей частью народу, конечно, нет. И да, вот эти лестницы, конечно, не скрипят. Что же, я надеюсь, я достаточно подробно осветил эту тему по лестницам. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, мы на них ответим. Скажем так, комментариев, если у вас есть, пишите, вопросы задавайте. Кстати, вот в этом видео их лучше всего задавать. Мы их точно не пропустим, собственно говоря, как и этот вопрос. Что же, это был Михаил Кириченко, база знаний. Пока. Бонус. Есть еще один тип лестниц. Они называются тоже бетонные, но это сборный железобетонный... Нет, это монолитные железобетонные изделия. Вот. Это вы видите в подъездах своих домов, многоэтажечек. Это готовые косаурчики, на них привозят или целые ступеньки, а бывает прям лестница отлитая, готовая прям целиком. Так вот, эта вся педерсия относится к бетонным лестницам, просто их делают на заводе. И это лестницы прикольные для застройщиков многоэтажных домов, а вам она будет выгодна только при одном условии, если вы ее спи... Субтитры сделал DimaTorzok